МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О его задачах и планах приглашенным на пресс-конференцию журналистам, экспертам, представителям органов власти и общественности рассказал руководитель юридического отдела областной организации Комитета избирателей Украины Игорь Бринош. На пресс-конференции выступили также представители органов юстиции из Одессы, Измаила и Ренин. Поскольку Центр права в Измаиле присоединился к уже существующим и активно действующим Центрам права в Одессе, Котовске и Татарбунарах, организаторы рассказали о их деятельности за первое полугодие 2011 года. Предполагается, что на первых порах Центр в Измаиле будет осуществлять бесплатную консультативную помощь один день в неделю. А немного позже, с преувеличением квалифицированных юристов, расширит график своей работы. Организаторы проекта разместили Центр права в здании редакции газеты «Собеседник Измаила», что по проспекту Суворова-40, а о начале его работы обещали сообщить измаильчанам дополнительно. Остается добавить, что деятельность Центра права в Одесской области осуществляется при поддержке посольства Королевства Нидерландов в рамках программы «Матра». Игорь Огнев, веб-студия «Курьер». День физической культуры и спорта – праздник особенный. Это праздник здоровых духом и телом людей, тех, для кого движение – это жизнь, а спортивные достижения – предмет особой гордости. Люди, посвятившие себя физическому самосовершенствованию, делают жизнь окружающих всего социума осмысленнее и здоровее. В нынешнем году празднование Дня физической культуры и спорта пришлось на 10 сентября. В преддверии праздника – 8 сентября – в Большом зале заседаний городского совета торжественно отметили этот день. Поздравляли наших физкультурников и спортсменов, заместитель городского головы Лариса Дзиковская и начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Морев. И первым наградили самого юного участника праздника – Майка Дамаскина, кандидата в мастера спорта, бронзового призера чемпионата Европы по боксу. Грамоты удостоен и тренер Майка, заслуженный тренер Украины, мастер спорта СССР Геннадий Румянцев. Грамотами городского головы и отдела по делам молодежи, семьи и спорта также наградили лучших спортсменов, тренеров, преподавателей городских ДЮС США, руководителей и преподавателей спортивных клубов, президентов городских спортивных федераций, ветеранов спорта. Затем всех участников торжественного мероприятия пригласили на неофициальную часть праздника – «Фуршет», где работники спортивной сферы продолжили поздравлять друг друга. Оксана Картельян, Веб-студия, Курьер. В понедельник в Малом зале заседания исполкома состоялась пресс-конференция, посвященная теме организации гала-концерта «Ко дню города». В пресс-конференции приняли участие сопредседателя Оргкомитета празднования секретарь Измаильского горсовета Евгений Пундик, пресс-секретарь народного депутата Украины Юрия Крука Галина Черняк, продюсер концертной программы, заслуженный деятель искусства Украины Федор Полянин, а также главный режиссер гала-концерта, заслуженный деятель искусств Украины Ярослав Гранко. По заявлениям организаторов праздничного мероприятия правом приглашения на главный праздник города наделен исключительно городской голова. Поэтому промелькнувшая в местной прессе информация о том, что звездных гостей пригласил наш город народный депутат Украины Александр Дубовой, была встречена руководством города с удивлением. Окончательное решение о своем участии в празднестве Иосиф Кобзон принял после официального приглашения направленного в его адрес мэром города Андреем Абрамченко и народным депутатом Юрием Круком. Итак, 1 октября на стадионе ОДП мы сможем лицезреть настоящий звездный десант в составе Иосифа Кобзона, группы «Фристайл» и украинской исполнительницы популярной песни Натальи Бучинской. По словам организаторов, была возможность побаловать зрителя и выступлением Вилли Токарева, однако после решили оставить популярного исполнителя шансона в запасе. Финансирование концертной программы будет осуществлено за счет средств городского бюджета и, как было заявлено, личных сбережений Юрия Крука. Как уже сообщалось в прессе, концерт пройдет на центральном стадионе украинского дунайского пароходства 1 октября. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер». 20 лет назад, 11 сентября, не стало на земле талантливейшего человека, а таких, говорят, поцелованный Богом в макушку, разностороннего и неподражаемого творца, кобзаря, поэта и гражданина Михаила Василюка. Его жизнь оборвалась на высокой ноте и было ему в ту пору всего 49 лет. Не раз в память о Михаиле Дионисиевиче библиотеки имени Катерлия Ревского устраивались с вечера встречи, а уж в юбилейный год памяти бессарабского кобзаря собраться сам Бог велел. Однако на вечере, посвященном годовщине гибели Михаила Василюка, почти не было слез. Было много светлых чувств, которые охватывали зрителя, когда звучали прекрасные строки его патриотичных, лиричных, талантливых стихотворений. Стихи читали библиотекари и юные чтицы библиотечного клуба «Данка». Это были и стихи Михаила Василюка, и стихотворения о нем самом. Но главным действующим лицом, точнее лицами, стал народный вокальный ансамбль «Кобзарская дума». Этот ансамбль создал сам Михаил Дионисевич. В ансамбле только женщины, исключая руководителя Ивана Попазова, поет ансамбль песни Василюка на его слова и музыку, песни на его слова и музыку Попазова. Эти песни – костяк репертуара Кобзарской думы. Прекрасно провела мероприятие, предварительно написав сценарий, заместитель директора библиотеки Алла Димитрова. А в самом конце вечера памяти воспоминаниями о муже и отце поделились самые близкие Василюку люди – вдова поэта Нина Давыдовна и дочери Алена и Иванна. После литературно-музыкальной части мероприятия зрители познакомились с книжной выставкой, на которой были выставлены фотографии из семейного альбома, газетной и журнальной публикации о Михаиле Василюке, его книге «Воспоминания о нем». Оксана Картелян, Веб-студия, Курьер. Блиц-турнир – это быстрые шахматы. Такая игра требует мгновенной реакции и способности быстро принимать решения и просчитывать ходы наперед. Все эти прекрасные и нужные каждому шахматисту качества у Анатолия Третьякова, 26-кратного чемпиона Измаила по шахматам, были буквально, что называется, в крови. В Дю США номер два по шахматам и шашкам турнир памяти талантливого шахматиста уже стал традиционным. В этом году его проведение также приурочили ко Дню физкультурника, а состоялся Блиц-турнир 10 сентября. Игры проходились среди взрослых и юных шахматистов по круговой системе. Призовые места среди детей распределились так. На первом месте Владислав Рыбалка, на втором Светлана Апостолаки и на третьем Михаил Разгон. Взрослые игроки так поделили призовые места. Первое место завоевал Геннадий Рубан, на втором месте Алексей Ким и на третьем месте Александр Стулей. Оксана Картелян, Веб-студия, Курьер. Обрат Корректор А.Кулакова Крыльев Продолжение следует...